Привет-привет! Представься, пожалуйста. Меня зовут Юрий, фамилия моя Пашков, и мы находимся в прекрасном месте, практически в райском месте на земле, это Пухет Вейк Парк. Почему Вейк? Ну, потому что это моя давнишняя любовь, еще с 2000 года, я раньше занимался сноубордом, достаточно неплохо, и участвовал в соревнованиях, но зима в России продолжается по-девяти, может быть, десяти лет, вернее, месяцев в году, поэтому по доске успеваешь за летний период соскучиться, и вот я однажды в техническом году приехал на соревнования, это было в московском районе Старегино, мне дали попробовать доску, конечно, я поехал за катером, и, конечно, я поехал, потому что умею это делать на сноуборде, и понял, что я буду этим заниматься. А сегодня ты приехал к нам в роли кого? Сегодня я приехал к вам в гости в роли хозяина своего Вейк-кэмпа, это будет теперь уже ежегодное мероприятие, называемся мы Квиксильвер Вейк-Айленд Кэмп, ну, или, проще говоря, Школа Пашкова. У меня есть мои студенты, их сегодня 25 человек, мы приехали из Москвы, из Новосибирска, из Екатеринбурга и из Санкт-Петербурга. Вот такой у нас многогородовый выезд, проводим здесь время на протяжении около недели, и ребята учатся кататься, а я их учу. А я знаю, что в вашем кемпе не только каталка, но и развлечение, например, огромные рыбы. Вы знаете, нам крупно повезло, у нас был единственный день отдыха, мы устроили день без катания, без лебедки, без Пхукет-Вейк-Парка, уж извините нас, конечно, пожалуйста, за это. И мы поехали на рыбалку, на морскую рыбалку. Посчастливилось поймать небольшого тунца и вот такую от, собственно, земли парусника. Больше говоря, парусника семейства Марлиновых. Его сейчас не как Марлин. Мы, кстати, сёрферы, поймали Марлина, за которым люди охотятся от года до 10 лет, и его только видят, но видят око да зуб не имет. А мы его поймали случайно совершенно. Случайно поймали и там же съели. Потому что счастливый кэмп. Это счастливый кэмп, и я считаю, что этот парусник, он наш талисман. Плюс ко всему, если обратите внимание, приедете к нам, у нас не только вейтборд, у нас ещё и фитнес. Сегодня с нами моя супруга Татьяна Танюшка, она сертифицированный тренер и всех девчонок в лагере, чтобы полки были подкачаны и, собственно, все были в тонусе. Вот здесь, в зоне шезлонг, на втором этаже, по полтора часа она делает им такой вот воркаут. Да, в следующий приезд я пригласила Татьяну провести мастер-класс для наших пукетских девчонок, для того, чтобы, как выразилась, оба были как орех. Итак, вернёмся к фейкборду. Татьяна катает? Татьяна не катает. Она пробовала пару раз, причём пробовала именно здесь, в Пукет-фейк-парке, и пробовала на кольце. Это было ночью, вроде девяти часов вечера, это было первый раз. Ей не понравилось, и я её просто не... Юра, мы любим тебя! Я не настаиваю, чтобы она этим занималась, потому что именно поэтому, может быть, мы вместе, потому что мы разные. По-моему, тут кто-то кричит, Юра, мы любим тебя! Крикните ещё раз! Юра, мы любим тебя! Отлично! Это господин Ушаков. Он представитель другого кэмпа, но, тем не менее, мы любим друг друга. В хорошем смысле этого слова. Отлично! Расскажи, пожалуйста, про ребят, которые приехали к тебе в кэм. Мы собрались с помощью моего Инстаграма. Да, мы собрались с помощью моего Инстаграма, когда было принято решение сделать лагерь, было принято сразу решение сделать его в Пукет-фейк-парке, потому что по температурному режиму конкурентов у вас нет. И, соответственно, по сетапу фигуры, в принципе, по отношению к нашим братьям и сёстрам бейк-барнистам. Мы собрались, мы познакомились непосредственно в корпорту Шереметьево-2. До этого у нас был общий чат. Ну, как можно познакомиться в чате? Сами понимаете. Поэтому, увидев первый раз ребят, я сразу понял, это команда мечты. А что такое Школа Пашкова? Школа Пашкова – это такое мероприятие, которое я веду лично. Мне, ко мне приходят мужчины, женщины, мальчики, девочки, дети, да, и говорят, научи, пожалуйста, нас кататься. И вот Школа Пашкова на сегодняшний день, у нас уже огромное сообщество в интернете, у нас, соответственно, есть свой вейк-спот, это в Серпухове, в Московской области, в 90 километрах от Москвы. Там у нас две реверсивных лебедки по 270 метров, длиннющие вообще. Да, и, конечно, Школа Пашкова, она вот сегодня здесь, в Таиланде. Зимой Школа Пашкова будет в Красной Поляне, ну, чтобы не только вейкборд, да. Соответственно, весной Школа Пашкова будет еще где-нибудь, вот, хотим открыть сезон. Может быть, посетим Барселону. Я слышал там Олимпий Хвейк Парк, мне очень интересно. Тем более, все девчонки, когда услышали про Барселону, сказали, а, я хочу в Барселону, мне добавится испанское вино. Поэтому Школа Пашкова – это много развлечений, и ее предводителем я являюсь, и мне очень приятно людей учить кататься, и вместе с этим путешествовать открывать новые места. То есть, Школа Пашкова – не только обучение катания, но еще и путешествие. Квиксильдер, почему? Мы давно дружим с Квиксильдером, потому что я являюсь их амбассадором, я катаюсь за этот бренд уже более, наверное, 10 лет. А, нет, в 2008 году, как раз, когда я занял второе место в чемпионате мира в Анапе в Вейкборде, они подписали со мной контракт. И вот 2008 мы дружим с Квиксильдером, потому что раньше я катался с другой бренд, и потому что Квиксильдер – это лайфстайл, это стиль жизни. Это такие же парни и девчонки, которые выбирают здоровье, спорт, красоту и путешествия. Потому что и мне приятно быть опинион-лидером в этой истории, потому что если у Квиксильдера возникает какая-то задача, ну, я не знаю, продвинуть какое-то направление, мы продвигаем его общими усилиями. И в частности, если вы знаете, есть у Квиксильдера зимнее мероприятие, которое называется New Star Camp, которое проходит в Красной Поляне. Вот, кстати, всем ребятам привет, кто увидит это видео, кто является авторами этого. великого, я считаю, события. И вот в этом году я предложил Квиксильдер сделать аналог, летний аналог этого зимнего лагеря. Потому что, ну, почему только по сноуборду могут люди выезжать куда-то? А в вейкборде, простите, в магазинах Квиксильдера продаются прекрасные летние коллекции. Вот, и мы их будем двигать здесь. Супер! Когда мы увидимся в следующий раз? В рамках Школы Пашкова. В рамках Школы Пашкова мы увидимся, ну, давайте определим, ну, точно в этом году. Это во-первых. Ну вот, другое дело, мне очень интересно, даже не Школа Пашкова, мне интересно самому приехать, посмотреть на соревнования, которые будут проходить. 2019 год, да. Ну, да, будем считать, что этот год, я имею в виду 19-й, да, потому что 18-й уже заканчивается. Вот, мне очень интересно посмотреть на то соревнование, которое ты говорила. Чемпионат Азии-Океане. Да, это будет, конечно, мощнейшее бурление воды, такое пропустить грешно. Для человека, который этим занимается, такое пропустить грешно. Ну, и, конечно, хочется увидеть чемпионат мира. Ну, и нам, конечно, хочется, что ты выступишь в роли диджея на чемпионате Азии-Океане. Было бы мега круто. Мы на это надеемся. Если звезды сложатся, то будет здорово. Ну, что ж, давайте тогда на этом и порешим. Спасибо, до встречи. До встречи, пока-пока, всем привет.